Всем привет, с вами Марина, и добро пожаловать в, если я не ошибаюсь, 12-ю, или 11-ю, или 12-ю, неважно, серию династии Дисней, и да, добро пожаловать к Карли, наконец-то! Это маленькая пустяка у нас дома, я думаю, я уже за ней соскучилась очень даже сильно, она немножечко, возможно, изменилась. У неё добавился вот такой вот шрам на лице, и, скорее всего, он будет сопровождать её всю её жизнь, и это будет её отличительной чертой. Ой, вот. Шрам не такой большой, каким бы он, возможно, мог бы быть, но хотя прошло больше, чем полгода, я думаю, оно уже всё зажило. Сейчас вот она тут, такая бусечка стоит, у нас небольшая перестановка дома, полностью всё убрано из её комнаты, если вы помните, не так давно был конкурс. Ладно, о чём я давно был конкурс, на комнату Карли, и сейчас здесь происходит ремонт, поэтому Карли находится вот где-нибудь вот здесь, и она уже куда-то топает, господи, как я уже по ней соскучилась. Слушай, мать, давай. Ну, в общем, она там идёт куда-то вниз, хорошо, давайте, давайте мы посидим и подождём Карли где-нибудь здесь, у нас тут есть домик, давайте мы будем с ней играть в куклы, потому что я думаю, сейчас Иви просто счастлива, что, наконец-то, её маленькая дочурка дома, но я думаю, что так как у Иви там небольшое помешательство, небольшая там непоняточка с тем, что с Карли всё в порядке, вот как-то вот так вот, она как бы вроде бы и счастлива, но она ещё, возможно, не совсем осознаёт, да, кстати, я уже очень рада, что у нас дом постепенно приобретает адекватный вид, по чуть-чуть там, там, там и вон там, и, в общем, везде по чуть-чуть. Божечки, как я бы не скучала, она у нас, по-моему, кстати, уже совсем скоро станет повзрослее, не, не станет, тю, я забыла включить автовзросления неигровых персонажей, я надеюсь, что я сейчас сегодня забыла включить одну секунду. Конечно же забыла, ну, господи, я не знаю, почему я забываю включать это автовзросление, но, в общем, из-за этого Карли особо не повзрослела, но я думаю, это нормально, прошло всего где-то полгода, и ребёнок за полгода не вырос бы внезапно на пять лет, я думаю, это все, я думаю, понимают. Так, давайте сейчас посмотрим, что нам нужно, нам нужно повышаться на работе, поэтому давайте мы отправимся вот сюда, и сейчас мы пойдём на работу, потому что мы уже не так сильно переживаем за жену, Ну, я думаю, что Марлин видит, что у Иви уже всё намного лучше, она уже спокойненько сидит и играется в куклы, она уже счастлива, и у неё уже всё хорошо, всё замечательно. Какая у тебя, кстати, фаза беременности? Третий тремястр, она уже скоро родит нового ребёнка, так что всё уже, всё будет хорошо. Господи, когда я говорю нового ребёнка, мне становится смешно и вообще не по себе. Пока что Марлин у нас отправится на пробежку, потому что ему нужно повышать вот эти штуки, да, кстати, я переодела их, если не ошибаюсь, 2000 часа Иви доиграет в куколки. И так, нам ещё нужно бы, конечно, взять выходной на работе, потому что Карли я оставлять одну сейчас не буду, увольняться Иви нельзя. Я надеюсь, что она может взять выходной по... Ты что туда идёшь? А Карли что туда идёт? А куда Карли? Подожди, то есть тебе обязательно нужна игрушка сверху, да? Вот эту игрушечку ты взять не можешь. У нас тут стоит красивый синий медведь и несколько фотографий. Надо будет, кстати, не забыть сфотографировать этот Карли. Боже, она так в зеркале странно выглядит. Давайте сейчас я попробую позвонить от имени Иви на работу и взять выходной по семейным обстоятельствам, потому что это то, что сейчас ей вот нужно прям. Это сейчас самое такое важное, оставаться рядом с дочкой. И так как она всё-таки не может уволиться из-за того, что... Ух ты, боже мой, как я ему... О, боже. Вы просто посмотрите на это, как... В общем, ну, да вы поняли. Какого чёрта? Я надеюсь, у тебя там не 10 детей-то в пузе с таким этим. Хотя Иви довольно-таки поправилась. Давайте мы как-то поухаживаем за малышом, что ли. Поднимите настроение. Вот, всё. Давайте поднимать настроение ребёнку, потому что у Иви сейчас довольно более чем. Давайте мы сейчас отправимся, пожалуй, куда-нибудь в сад, если нам тут есть что делать. Я очень жду урожай Питая. Если она у нас тут есть, да? Она у нас тут есть вроде? Я не помню. Ежевика, ежевика, ежевика. Драконий фрукт. Идеально. Она у нас есть. Марлин там сразу пошёл на работу. Не успела показать, как он там переоделся. У нас тут созрели вишенки, и в остальном у нас ничего нет. Мы можем размножить лягушек, да. Да, кстати, хотелось сказать, что за Карли, за больницу я говорила, что мы будем платить, но мы не платили. Мы не платили, потому что к нам пришёл мужчина взрослый, и он представился отцом того самого малолетнего дурочка, который сбил Карли на машине. Этот мужчина работает на довольно-таки большой должности. На большой должности он работает. На довольно-таки высокой должности работает этот мужчина. Но Иви сразу подумала, что он скажет, типа, эй, я тебе дам денег, забери заявление. Но на самом деле этого не произошло. Этот мужчина просто сказал, что он без всяких проблем оплатит лечение девочки. Никаких денег от Иви не нужно, и ничего взамен от Иви тоже не нужно. Он даже не просил забирать заявление. И да, хочу сказать сразу, его сын будет сидеть в тюрьме. Как минимум... Как это сказать? В общем, его сын несовершеннолетний. И, как оказалось, Карли сбил 16-летний парнишка, который просто напился и ехал на папиной машине. И, знаете, есть люди, которые при таком социальном статусе считают, что им всё дозволено. Отец очень часто покрывал своего сына, но в данный момент он решил, что это не нужно делать. Просто потому, что его жена и маленькая дочь, ну, мать этого... Ну, господи. Его жена, та самая мама этого мальчика и его сестрёнка погибли в аварии, когда их сбил тоже пьяный человек. И поэтому отец просто не может простить сыну вот такую вот дичь. И как минимум год или, ну, минимальный самый срок сын отсидит. Да, возможно, это неправильно. Возможно, отец с такой должностью никогда бы так не поступил. Но, с другой стороны, он пережил то же самое практически, что пережила Иви и что пережил Марлин. Поэтому он не может простить своему сыну такого поступка. И, ну, вообще никак. То есть вождение пьяным за рулём... Нет, я не плачу. У меня просто что-то с голосом. Господи. Вождение пьяным за рулём он вообще никак не может простить своему сыну. Поэтому он решил, что его просто пора проучить. И он попытался помочь семье всем, чем смог. То есть Иви не захотела брать от него больше. Единственное, на что она взяла, это на лечение Карли, которое он как бы согласился оплатить. И дальше просто всё, ничего больше не просили. Говорить про праздник? Какой ты хочешь праздник? Ты хочешь праздник? Что за праздник? О чём ты, девочка? Ладно, она уже не говорит про праздник. Давайте мы отправим Карли куда-нибудь... Боже, я уже так соскучилась по ней. Куда-нибудь в пирамидке. Нет, давайте она у нас побродит. Господи, давайте она что-нибудь поделает. Я жду, пока у нас вырастет Питая. Вот, что я жду. Как это вовремя я сказала, да? На самом деле, нам очень нужен урожай. По крайней мере, мне очень нужен урожай, потому что как только мы соберём урожай, мы сможем Карли уже доделать комнату, достроить. И я, в общем, очень надеюсь, что это произойдёт в этой серии, потому что я не помню, когда мы в последний раз собирали урожай, честно говоря. Но, по-моему, мы собрали урожай, и не броди туда, я думаю, сейчас мама тебе придёт, она даёт по жопе. Мало того, что уже один раз под машину набродилась, теперь второй раз где-то около дома, я думаю, этого делать не стоит. У нас, кстати, гуляют маленькие девочки, и вот это вот 100% не мой персонаж, я его... Я его скачала где-то, я заселила это сохранение, так же, как и сохранение стюартов вашими персонажами. И тут какие-то Никиты Мамонтовы. Вот это точно я помню, что ваш персонаж, потому что я помню эту большую семью, которая живёт сейчас в Винденбурге. Я, в общем, заселила, наконец-то, сохранение все спустя... сколько? Спустя почти год, да? Ну, я смогла. Все сохранения разными персонажами. У меня есть одна моя доверенная особа, которая мне просто скинула кучу персонажей, которых хватит заселить целый город. Также я взяла из альбомов и взяла из сохранения, которые я качала с домами от Лил Симси. И, возможно, вы знаете, не знаете, то и узнайте. Вот, потому что, ну, как так? И там были некоторые семьи, которые я тоже поскачивала. И, скорее всего, вот эти вот люди, это именно из тех семей. Я, в общем, не шарю. У нас Карли куда-то там уже идёт... А, она на горшок идёт. А ты уже можешь сама? Я уже забыла, что этот ребёнок может сам, а что он сам не может. Да, она вполне может сама сходить на горшок, но можешь, так иди. Давайте я хоть, наконец-то, переодену Иве, а то она у нас ходит в домашнем наряде, который я не меняла. Сейчас, как это сделать? Вот, сменить одежду. Я ей поменяла наряды. У неё... Ну, правда, я это делала, по-моему, когда она не была беременна или была, я не помню. Ну, в общем, я добавила ей вот такой вот домашний нарядец. Довольно-таки летний, и стена, пожалуйста, не стеньтесь. Вот так вот он выглядит. Правда, не на её огромном пузе он выглядит хорошо, честно говоря. Но это такой довольно-таки дачный вариант одежды, когда она может спокойно выйти там к себе в огород, чего-нибудь сделать, и ничего её не будет смущать. Что у нас тут есть? У нас тут есть торт, и у нас тут есть макароны с сыром. Давайте мы... Я не люблю, когда один из людей в семье вегетарианец, и, значит, все едят травичку и салатики. Нет. Всё-таки Марлин у нас мужик, он должен есть какое-то мясо, поэтому давайте мы сейчас ему приготовим чего-нибудь. Хотя бы, может, рыбу, я не знаю. А есть тут какие-то стейки или что-то такое? Ну, что за дела-то, а? Ничего он готовить не умеет. Я уже наготовила один раз сосисок с фасолью, больше не хочу, а то он будет ходить и бедненький краснеть. Давайте мы приготовим ему рыбу. Давайте, примерно, для семьи, потому что это будет только ему одному рыба, потому что Иви всё-таки её кушать не будет. В шестнадцатом Карли делает. А, Карли у нас почти дошла до туалета. Не, ну молодец. Да, кстати, Карли сейчас живёт в комнате с родителями, если об этом не сказала в самом начале, потому что, как я и сказала в самом начале, у неё ремонт в комнате. И дверь в комнату, по идее, должна быть закрыта, но я в этом не уверена. А вот заперет дверь для всех. Всё, теперь закрыто. Теперь всё хорошо. У Иви там внезапно падает потребность, и это из её беременности. Я надеюсь, что в этой серии она родит ребёнка всё-таки, потому что надо. И да, если не ошибаюсь, у меня включено старение для беременных, поэтому она стареет. Давайте мы отправим её в туалет. На том же хочет следить за Карли, за бедненькой. Господи, дай ребёнку в туалет сходить и не трош его. Да, кстати, по-моему, у меня нету кроватки, значит, рожать, скорее всего, придётся в больнице, но я думаю, что это не особо хорошая идея. И нужно было бы достать кроватку, которая, возможно, осталась у них от прошлого ребёнка, то есть от Карли в багаже. Нет её? Нет. Нету, но зато у нас есть... Чё? Карьера исполнительная? Да блин! Я тут сижу, жду, пока у нас деньги накопятся. У нас, оказывается, практически полторы тысячи лежат в багаже семьи. Отлично. Давайте мы поставим вот сюда вот кроватку, и будем считать, что это кроватка, которая осталась от Карли, потому что я, видимо, её сдуру продала. Хотя делать этого не стоило. А, я помню, я, по-моему, случайно ребёнка с кроваткой, что ли, продала или что-то такое. Нет, ребёнка я не продала. Господи. Короче, каким-то образом я продала эту кроватку, и ладно, неважно. Давайте Иве позаниматься. Нет, стой, ну куда? Ну, муж сейчас придёт, и дома срач. Кстати, реально срач. Всё просто грязное, такое чёрное, грязнющее. Здесь больше нечего мыть, по-моему. Знаете, иногда так неудобно, что дом такой большой. У нас тут осталось 9 часов. Марлин во сколько приходит... Опять он... Слушайте, мне напрягает, что он на работе кокетливый. Господи. Давайте мы положим это всё-таки в холодильник, и вернёмся к Иве, которая тут чистит у нас туалет и драет. А Карли чем у нас занимается? А Карли пытается пойти к маме. Давайте она у нас попробует пообниматься с игрушечкой и немножко с ней поразговаривает. Она, кстати, помнит Хелен, и она хочет вот с ней пообщаться. Давайте мы это оставим. Хотя нет, мы это не оставим, потому что я не смогу это делать, кроме как с сценами. Я думаю, вы сами понимаете, почему. Потому что если внезапно девушка-инвалид, которая прям давно инвалид, станет ходить, то это будет очень странно. Я думаю, вы это понимаете. Поэтому я не буду сейчас ничего с этим делать. Давайте мы ещё тут всяких действий с этой игрушечкой поделаем. Иви закончит там со всеми штуками. Я думаю, она... Она посадит... Нет, она не посадит Карли. Давайте она просто возьмёт для Карли еду. Давайте мы возьмём, возьмём, возьмём какой-нибудь йогурт, овсянка. Давайте яблочное пюре возьмём. Не хочу кормить ребёнка овсянкой, потому что овсянка это бэ. Йогуртом её кормить тоже нехорошо, потому что йогурты всякие такие концентрированные и тому подобное. Поэтому... Блин, ну что это такое? Кстати, у нас, по-моему, ежевика созрела. И, если не ошибаюсь, у нас созрел драконий фрукт. Да, у нас всё созрело, поэтому мы сегодня наконец-то пособираем урожай. Так, а пока что Карли у нас... Давайте отправиться, да, кушать. Но она, скорее всего, просто возьмёт яблочное пюре. Иви не будет её поднимать. Давайте Иви просто пойдёт и начнёт собирать весь урожай, потому что это тоже очень нужное дело. Хотя лучше бы это делать утром и с Марлином. Но тогда в следующей серии уже будет готовая комната для малышей. Потому что там будет жить как Карли, так и тот ребёночек, который находится в пузике у Иви. Поэтому да. Поэтому вот так вот. Давайте мы сейчас, наверное, понаблюдаем, скорее всего, за Иви, чем за Карли. Блин, когда ты уже родишь? Скажи мне, пожалуйста. Я зашла в 11 утра. В 11 утра у неё уже был третий триместр. И... О, да-да, у нас появляются деньги. Это замечательно. Мы ещё можем размножить лягушек. У нас просто... Тут ферма лягушачья. И мы получим достаточно денег с питай. Ну, пока что не совсем достаточно. Но я думаю, в финале у нас будет достаточно денег. Я помню, что комната должна была стоить примерно 8 тысяч. Поэтому сейчас вот это вот всё нам нужно накопить. И тогда вот всё будет нормально. И тогда дети будут жить в нормальной комнате. Они просто фиг знает где. Ты чё, Злюка? Отойди. О, ещё... Ещё не дошла. Давайте я вот так поставлю. Кушай яблочное пюре. Надеюсь, она сейчас пойдёт куда-нибудь вот сюда. Да? Нет? Да блин! Сбила ребёнка, дурочка. Верни пюре себе в багаж. Спасибо. Молодец. Всё, пускай она там идёт кушает где хочет. Ладно, я... Стой. Погоди. А ты всё собрала? Я же уверена, что ты собрала. Не всё. Да ладно, представляете? Даже всё собрала. Здесь она... А, она пока что, видимо, не может собирать. Ну, давайте мы тогда отправим её вздремнуть где-нибудь здесь. Потому что пока что Карли у нас находится снизу. И будет нехорошо, если Иви у нас попрётся куда-нибудь... Куда-нибудь туда. Наверх. Она не дала ребёнку сесть. Господи, увидели? Она просто шла сюда, но потом пришла мама и уселась, улеглась. Там и не дала маленькому ребёночку сесть. Ой, божечки, божечки. Просто смысл всех летсплеев – фотографировать тордеров, пока они кушают. Боже, почему пюре такой охапкой схватилось? Объясните мне, пожалуйста, я не знаю. Давайте я пока что продам вещи из багажа Иви. Ну, кстати, да, довольно-таки много денег мы с этого зарабатываем. Но, по-моему, там созрело не всё. Я бы, кстати, хотела купить камеру, если у нас её нету. Но, по-моему, у нас её нету. Чтобы мы могли хотя бы вот сфотографировать кого-нибудь здесь. Потому что на телефон выходят довольно-таки малые фотографии, да? Маленькие фотографии. Поэтому давайте я сейчас куплю какую-нибудь камеру. Где они тут находятся-то? Где-нибудь вот здесь, по-моему. Вот такую вот самую дешёвую за 85. Ничего страшного. Отдадим её Иве в карман. И отправим её вот сюда. Хочу, чтобы она фотографировала своего дитятка, пока оно спит. Ой, фу, спит, господи, пока оно тут. Куда она, куда ты пошла? Ну, посиди, ну, посиди. Ну, господи, я хотела её сфотографировать. Я не могу ниже опустить, да? Ну, да, это выглядит довольно-таки странно, господи. Блин, мы здесь тоже можем сделать всего лишь только маленькую фотографию. Ну, ладно, давайте хоть так. Я хотела сфотографировать Карли. Подожди, куда? Пусти. Пока она тут валяется, сидит, спит и тому подобное. Просто пока она тут играется или чего-нибудь ещё. Но мне не вышло. Куда пошла Иве? Нет, стой, стой. Давайте мы уложим спать Карли. Почитаем ей на ночь сказочку. И будем стоять и ждать, пока она бедненькая придёт, да? Ммм, класс. О! Слушайте, да замечательно. У нас Марлин получает повышение. Иве зарабатывает деньги. Мы просто сидим дома и гребем бабки. Так, у нас здесь нет урожая больше, да? Это очень странно, потому что всего шесть питай. И это как-то маловато, вам так не кажется, с шести-то кустов. Ну, ладно, давайте тогда мы отправим... Офига ли ты дрыхнешь? Дитё ещё не дошло. А, Иве у нас уже спит. Давайте мы отправим Марлина сюда. Отправим его спать. Погоди, это у тебя повседневный костюм так выглядит? Я просто не помню, как выглядит его повседневный костюм. Да, скорее всего. В общем, да, я ему тоже сменила несколько нарядов. Давайте я одену его так и покажу. А, чё, он сам показал. Ну, ладно, господи. Человек забыл, как играть в Симс. Что с меня взять? Давайте отправим его спать. Иве она сейчас... Сейчас она уложит спать Карли. И уже тогда лежит спать сама. Я думаю, что я дождусь её родов. Мы просто посмотрим, кто у неё родится. И тогда уже я буду заканчивать серию. Потому что не хочу слишком долго... Ну, в смысле? Вы мне хотите сказать, что это мешает прочитать сказку? Ясно. Ну, просто ленивая задница, которой я не захотела читать ребёнку сказку. Ну, так я и думала. В общем, сейчас давайте я поиграю, пока тут все спят. И когда уже до пути. Когда Иви начнёт рожать, мы с вами вернёмся сюда, чтобы посмотреть, кого она родит. И тогда уже закончим. Что ж, Иви, видимо, ждала, как только Марлин отправится на работу. Потому что это очень странно, что она решила рожать, как только он уйдёт. Давайте тогда... Мы с вами родим ребёнка, давайте. Боже. Стоп, стоп. Я в прошлый раз помню, что я это скриншотила, но это вышло очень странно на каком-то тёмном фоне. Сейчас хотя бы это будет более адекватно, возможно, выглядеть. Потому что наконец-то крова... Фу, господи. Наконец-то это всё будет не в каком-то тёмном странном помещении, а в каком-то помещении с очень странными ободранными дверями. Давайте мы это сделаем вот как-нибудь вот так вот. Потому что... Потому что... Тепушечки. Только давай тогда как-нибудь поскорее, ладно? Кстати, я не знаю, где Карли... А, Карли спит. А Карли норм, да? Что тут мама просто кричит внезапно дома? И виражует мальчику. Я как бы знала, что это мальчик, и, по-моему, он был один, но я не уверена. Я забыла, какие имена я подбирала для мальчиков. Господи, давайте одну секунду. Я просто посмотрю, и тогда вернусь. Я вспомнила, я нашла. В общем, я решила назвать малыша Элден. Не знаю почему, но пусть будет. Ты скажи, что это один да. И Марлин теперь имеет ребёнка. Я очень этому рада. И да, я тебя ещё подскриню, господи. А, скриншотов. И так неудобно в этой маленькой комнатке это всё скринить. Господи. Ну, хотя, я думаю, вы многие это знаете. О, боже, какая довольная мамочка. И даже Карли решила проснуться. Ну-ка, я хочу посмотреть, как она отрегивает. В смысле, бросили. Давай встреть вот нового члена семьи. Что ты скажешь? Плакса. Родился и уже плакса. Плакса дуракса. По-моему, она плачет из-за того, что он плачет, да? Ну, в общем, я думаю, что сейчас Иви начнёт там с ним успокаиваться, разговаривать, а пока что... Пока что давайте Карли обнимет медведя на прощание. Скажет ему о том, что, господи, я не хотела, чтобы это плачущее нечто родилось. И я думаю, что примерно на этом мы с вами будем заканчивать серию, пока Карли такой несчастный обнимает медведя и жалуется ему на проблемы о том, что какой-то маленький человек лежит и плачет в её комнате. И она не может с этим сделать. Ух, я думаю, на этом будем всё-таки заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте проходить в описании, чтобы найти ссылки на там, где же на группу ВКонтакте. И, по-моему, больше ни на что там ссылок нет, но не важно. В общем, не забывайте сюда проходить. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока.